всем привет решил познакомить вас с тем наполнением квартиры которая присутствует какие аквариумы есть квартире 3 аквариума находится в основной аквариум это море которое у вас на экранах общий объем воды сам дисплей и сам около 300 литров дисплей непосредственно 110 на 60 ширина на 46 высота почему 46 потому что это максимальная толщина стекла которую можно использовать без ребер без ребер и стяжек со стеклом толщиной 10 миллиметров аквариум уже около четырех лет ему даже немножко чуть больше первоначально как и у всех наверное в морской аквариуме стете все начиналось с маленького аквариума надо было попробовать 60 литров появились там наверное были собраны все ошибки которые только можно было собрать это был аквариум без сам по на внешнем фильтре это было совершенно неинтересно да и объем он буквально на полгода его хватило далее понял то что море это действительно интересно это нравится это красиво постепенно переехали самого начала в 180 литров и далее вот 4 года назад был склеен как раз таки вот этот вот дисплей который на данный момент также существует первоначально опять-таки тоже если рассматривать на то какие кораллы были как и у большинства новичков в море все начиналось с мягких кораллов но я бы наверное на данный момент предостерег от этого почему потому что ну не совсем удобно буквально полгода и объем аквариума заканчивается если мягкие кораллы содержать и встает вопрос что дальше делать мягкие кораллы очень трудно полоть точнее многое многие из них очень трудно полоть по этой причине так скажем часть камней была заменена ну и постепенно начал переходить на жесткие кораллы lps и крупнополипные кораллы последние вот где-то полтора года начали добавляться sps и мелкополипные кораллы которые в будущем хотелось бы чтобы действительно занимали 50 на 50 пространства lps и sps вот непосредственно в этом аквариуме освещение в этом аквариуме самодельная она собрана в свою очередь на воронежском профиле кто в принципе сталкивался с ним то знает что это за профиль такой сборки модули точнее модули контроллер от минского производителя aquabox.by все в них хорошо все замечательно единственное что поддержка она действительно отсутствует поэтому советовать рекомендовать не могу вещь хорошая но если работает если не работает действительно беда может произойти по наполнению самое основное наверное что бросается в глаза это количество рыбы для меня действительно рыба она первостепенно в аквариуме мне нравится действительно ее обилие ее количество рыба однозначно она аквариум делает живее по поводу того также часто спрашивают вот видно что вот эуфилия большая колония действительно много кораллов большая колония вот если на нее смотреть камера я думаю не передает она примерно где-то 20 на 20 сантиметров голов предположу около 30 наверное в данном аквариуме нет ни одного коралла который бы в свою очередь покупался сразу большой колонии мне очень нравится смотреть на то как что-то растет ну и опять таки покупать маленькие полипы покупать маленькие колонии значительно дешевле в последнее как и говорил полтора года уже появляются жесткие кораллы спс и нету ни одного такого требовательного нету к сожалению коллекционных кораллов но это опять таки я думаю дело времени в принципе растут принципе растут если будет интересно тоже в комментариях можете написать расскажу что я в аквариум добавляю на чем аквариум живет можно рассмотреть будет действительно устройство сам по какое оборудование в этом сами присутствуют также дома присутствуют два аквариума меньших размеров которым мы сейчас и перейдем вот непосредственно еще два аквариума морской аквариум с задним сампом размеры его 45 45 на 45 самп 10 сантиметров в нем обычный стандартный самп два отсека в первом отсека пенник во втором отсека возвратная помпа в самп еще пока что ничего не залаживал планирую бой жека заложить но пока что руки не доходят аквариум запущен относительно недавно еще жду в принципе видно что присутствует обрастание такие красненького цвета они появились около двух с половиной трех недель назад постепенно чуть-чуть становится лучше жду когда еще нечатка появится и соответственно уже можно будет что-то рассматривать пока что в аквариуме действительно не много чего есть из проблем которые уже на данный момент присутствуют понять не могу почему зонтики не хотят открываться эуфилия также как-то не совсем хорошо себя чувствует при этом параметры воды для этих кораллов я бы сказала ненормальная нитратов порядка 25 фосфаты где-то 015 сказать что плохо что жить не должны не сказал бы но чувствует как-то себя не совсем хорошо пенник тут с рифовода находится пенник нравится по цвету схемата на видео я думаю видно что в принципе он работает настроить его вполне реально вот на такую черную пену лишнего он выбивать не будет светильник светильник cetus 2 это отдельная тема мне очень нравится если действительно кому-то будет интересно тоже о нем можно будет отдельное видео сделать но скажу что светильник просто космический действительно он стоит денег но он буквально каждую деньгу оправдывает собой это то что касается морского аквариума помпа в этом морском аквариуме тюмзовская на 800 литров а это уже непосредственно пресный аквариум пресный аквариум этот запущен около четырех месяцев назад пока что еще коряга красит подмениваю воду заложен сепаракс но это идет очень неторопливо в принципе уменьшение этого цвета хотя и выглядит довольно красиво какое оборудование в этом аквариуме присутствует два светильника первый светильник который виден на видео это чехирос который rgb а плюс 45 а второй светильник который потоньше располагается посередине это обычная а серия тоже 451 если мне память не изменяет стильники тоже нравится по растениям визуально растут растения опять-таки пока что еще стараюсь не сильно засаживать какой причине по той причине что хочу первоначально довести уже до идеально прозрачной воды а далее уже очень нравится мне буцифаландры очень нравится анубиасы очень нравится криптокорины и наверное вот это вот будет основные растения которые только в этом аквариуме будет присутствовать как видно в принципе с левой стороны аквариум на акваировских куда существует также присутствует у нас co2 редуктор непосредственно co2 покупался на алиэкспрессе за дрдр принципе очень нравится редуктор включается за полчаса до включения света и выключается за полчаса до его выключения через управляемую розетку от xiaomi ну и непосредственно сама фильтрация осуществляется шестисотой тетрой тоже в принципе нравится мне данный фильтр простой в запуске не требующих не требующих никаких дополнительных вопросов к себе говорится включил и забыл еще пока что вот за эти три с половиной примерно месяца после запуска ни разу я его не чистил единственный момент что через месяц после запуска убирал уголь который в нем находился на данный момент собственно планирую где-то еще через месяц уже сделать его первую чистку хочу заменить шланги единственный момент которая в нем присутствует потому что по специфике которая у меня непосредственно дома именно завод шлангов в заднюю часть аквариума тетровские да любые я бы наверное сказал пвх шланги они для меня неудобны и почему потому что перегибаются как возврат так и забор вот оно видно что они криво располагаются для того чтобы этот момент уже устранить в будущем куплен силиконовый шланг но уже хочу и почистить фильтр и непосредственно сделать уже вот это вот изменение собственно все что хотел рассказать если какие-то вопросы есть пишите конечно в комментарии буду рад ответить если есть рекомендации какие-то советы также очень буду благодарен и в принципе как все говорят подписывайтесь на канал ставьте лайк всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал